Оставили, а как же, говорим, чтобы память была. Посмотрите, вот такая была страшная вода. Вместо желтой непонятной жижи вода кристальной чистоты. Жители села Пещерка, в частности Любовь Фомина, 10 лет добивались качественной питьевой воды. Безуспешно. Лишь после коллективного обращения на прямую линию губернатора дело сдвинулось с мертвой точки. Виктор Томенко поручил модернизировать систему водоснабжения в селе. Меньше чем за год люди получили новые сети, скважину, водонапорную башню. И теперь смело пьют из-под крана воду, которую ранее лишь номинально называли питьевой. Такая вода у нас хорошая. Работы по модернизации велись в течение всего весенне-летнего периода. И уже осенью люди, а их пещерки без малого тысячи человек, получили воду высокого качества. Мы не просто в пещерке проложили новый водопровод, но еще пробурили скважину и установили новую 160-кубовую башню. Все работы начали с февраля месяца. Подготовили проектно-сметную документацию еще в 2022 году. Прошли необходимые проверки достоверности стоимости. Прошли госэкспертизу. Получили положительное заключение. И после этого подали заявку в фонд. Нам ее одобрили и проверим конкурсные процедуры. Больше 45 миллионов рублей ушло на реконструкцию системы водоснабжения в пещерке. Региональные власти, к слову, в этом году привлекли дополнительные средства на строительство скважин и водонапорных башен в алтайских городах и селах. Для решения вопросов, связанных вообще с водоснабжением на территории края, мы в этом году дополнительно привлекли средства из резервного фонда Российской Федерации, порядка 200 миллионов, для реализации аналогичных объектов. Это устройство дополнительных скважин, башен. Общий объем ожидаемого финансирования из бюджетов разного уровня достигнет 400 миллионов рублей. Сумма позволит перевыполнить изначальный план и построить больше объектов коммунальной инфраструктуры. 74 скважин и 19 водонапорных башен. Валентина Аскерова. День с толком. Аскерова. День с толком.